МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире дежурный репортер. С вами Антон Рассказов. Валерий Шир, 20 минут я и коллеги корреспонденты Народного ТВ. Расскажем о самом важном, что произошло в Кировско-Патитском районе за минувшие 7 дней, чтобы были в курсе. 1 сентября торжественные линейки прошли во всех школах Кировской Апатитов. Первый звонок в нашем районе прозвенел для 1 тысячи двух первоклассников. Всего же за парты в Кировске сели 3 288 школьников, а в Апатитах 5 579. Репортаж с Дня знаний прямо сейчас. В первой гимназии линейка состоялась в обновленном актовом зале на третьем этаже. После трехлетнего ремонта историческое здание школы распахнуло свои двери перед 740 учениками. Среди них 77 первоклассников. По традиции 11-классники напутствовали тех, кто только начинает свой путь в страну знаний. А первоклассники отвечали им стихами. Мы очень рады тому, что наши гимназисты пришли в обновленное старейшее здание школы. Особенно в юбилейный год для гимназии. Потому что мы в этом году отмечаем свое 55-летие. И искренне поздравляю родителей, ребят с торжественным праздником Днем знаний. В конце торжественной линейки прозвучал первый звонок. Это право было ученицей Дарьи Мельник. Помогал ей 11-классник Дамир Пилатсис. Первый день осени отметили в 15-й школе. В этом году она принимает 856 учеников. Среди них 90 первоклассников. С нами все вы любуетесь и запомните вы нас. Обещаем, что самым лучшим будет в школе первый класс. В этой школе существуют профильные фосагроклассы. Ребята по углубленной программе изучают химию, физику, математику и информатику. А в прошлом году в пятнашке заработали и шахматные классы. Шефская помощь от предприятия Патис здесь чувствуется во всем. Если говорить о нашей шефской помощи, то предприятие Апатиты и компания Фосрагуры такие неразрывные и понятие шефской помощи – общая поддержка по всем школам, всем дошкольным учреждениям и всем образовательным учреждениям дополнительного образования по Кировскому, по Апатиту. По традиции в конце торжественной линейки прозвучал первый звонок. Почетное право у первоклассницы Софьи Петровой, ученика 11-й Б-класса Артема Ладыгина. Я хочу все-таки поздравить своих коллег, учителей, администрацию других школ города. Я хочу поздравить коллег из города Кировска, потому что мы тесно с ними работаем. Кроме того, хочется поздравить всех первоклассников, поздравить всех учеников с Новым учебным годом. Редакция Народного телевидения Хибины поздравляет школьников Кировской Апатитов с Днем знаний. Желаем успехов в учебе. Когда дадут тепло? Самый популярный вопрос, который задавали телезрители нашим корреспондентам на этой неделе. Отвечаем, в Кировске и Апатитах отопительный сезон начинается. На этой неделе традиционно первыми тепло получили социальные объекты, такие как детские сады и школы. А когда нагреются батареи в жилых домах? Об этом смотрите далее. В Кировских детсадах и школах отопление уже подключают. В Апатитских начнут с 30 августа. Остальные объекты Соскульбита паспорта готовности к зиме получили. И их подключение будет проходить по заявкам руководителей. Для принятия решения о подаче тепла в жилой фонд проводится мониторинг среднесуточных температур наружного воздуха. Пока в соответствии с нормами не достигнуты 5-суточный уровень. Для официального старта отопительного сезона в жилом фонде необходимо, чтобы 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держалась не выше плюс 8 градусов. В Апатитах плюс 7,9, но пока 3 дня. Если сегодня и завтра будет температура ниже 8 градусов, то, что мы имеем 3 дня подряд, значит 31 числа подача тепла начнется на жилой фонд. Если потеплее, то подача тепла на жилой фонд в режиме проводных пусков начнется с понедельника. В администрации Кировска сообщили, что отопительный сезон в жилых домах начнется с 1 сентября. Распоряжение об этом готовится. Подключение всех домов может занять несколько дней. С понедельника на 2 недели Кировско-Патитский роддом закрыт на ежегодную плановую дезинфекцию. Беременные низкой и средней группы акушерского риска будут направляться в центральную районную больницу Мочегорска. А женщин с высокой группой акушерского риска, как обычно, направят в областной перинатальный центр. Юлия Астахова подробнее. 28 августа в 9 часов утра на момент закрытия роддома из дородового отделения были выписаны все девушки и женщины, а в родильном находились те пациентки, которым все еще требовалась медицинская помощь. В течение нескольких дней после закрытия акушерского отделения плановая выписка роженец будет продолжена. Пока спокойно обследуется ребенок, делаются все прививки, делаются все скрининги, после этого контроля УЗИ, пусть это все хорошо, женщина выписывается. В отношении беременных плановая госпитализация в родильные дома области будет проводиться по направлению врача женской консультации. При этом в Кировске продолжит работу круглосуточная акушерская служба. В случае экстренной службы здесь в любом случае дежурят врачи и акушерки круглосуточно. То есть, если что-то, где-то чего-то там, стремительные роды, либо где-то, естественно, помощь будет оказываться на местном уровне. Если все спокойно и хорошо, то женщины низкой и средней группы риска поедут в город Манчегорск, женщины высокой группы риска едут в город Мурманск, перинатальный центр. Вот эту степень определяет женская консультация? Что-то женская консультация, что-то врачебная манипуляция, то есть это определяют врачи. Либо женская консультация, если приезжает сюда, привозит по скорой, то врач в дежуре в стационаре. По уточняющим вопросам беременным следует обращаться к наблюдающему их врачу. Или же звоните. Телефон дородового отделения 50-235. Роддом откроется уже 11 сентября в 9 часов утра. В четырех детских садах апатитов объявлен карантин по энтеровирусной инфекции. Всего в городе зафиксировано 11 случаев заболеваний. В лаборатории Роспотребнадзора проверили воду, которую пьют апатитчане. Она чистая, значит инфекция распространяется контактно-бытовым путем. Ольга Приходько с подробностями. Вспышка энтеровирусной инфекции – явление сезонное и ежегодное. Болеют в основном маленькие дети. Управление Роспотребнадзора выпустило постановление об усилении профилактических мер. Детские сады обязаны соблюдать все предписания. Проводятся определенные мероприятия по установлению причин возможного распространения. И условия, на фоне которых возникла такая, допустим, не единичная заболеваемость. Если фиксируется неисполнение предложений или предписательных мероприятий, тогда, конечно, за этим следует ответственность. В лаборатории Роспотребнадзора проверили воду, которую пьют апатитчане. Она чистая. Значит, инфекция распространяется контактно-бытовым путем. И если соблюдать меры профилактики, заражения можно избежать. Поводов для паники нет. В целом ситуация не вызывает опасения в плане какой-то угрозы для населения в масштабах наших городов. Та инфекция, которая регистрируется, и с которой мы имеем дело, она знакома врачам, лечебной сети. Она оценивалась и отслеживается и на сегодняшний день, и ранее нашей службой. Кировская ситуация стабильна. Надо сказать, никаких пока предпосылок к каким-то регистрации даже в единичных случаях не имеется. Северяне возвращаются из отпусков и везут с собой разные хвори из разных мест. Этим и объясняется вспышка вирусных инфекций перед началом учебного года. Специалисты прогнозируют спад заболеваемости не раньше конца сентября. В аэропорт Хибины будет ходить муниципальный автобус. Сейчас администрация оппозитов ищет перевозчика. К нему выставляются несколько требований. Во-первых, это большой автобус с багажным отделением, не маршрутка. И жесткая привязка к расписанию рейсов. Когда заработает маршрут и сколько будет стоить проезд? Дмитрий Сергеев расскажет. Номер этого рейса будет 10. Конечная остановка в городе у бывшего урожая. Далее маршрут пройдет по улицам Жемчужная, Ферцмана, Бредово и проспекту Сидоренко. Мы учитывали требования к перевозке багажа. Люди летят в отпуск, багаж берут. Микроавтобус как? И опять же туристы прилетели на лыжный сезон с горнолыжным оборудованием. Тоже багаж нужно провести. Поэтому автобусы будут большие. Еще одно условие. Расписание автобуса должно быть привязано к расписанию прилетов и вылетов самолетов. А также графику работы аэропорта. Еще и персоналу аэропорта и тех служб, которые работают на то, чтобы аэропорт свою деятельность осуществлял. Мест осуществлял диспетчера и так далее. Это будет великолепная возможность добираться не заказными перевозками, как они сейчас это делают, а на регулярном маршруте коммерческом. Маршрут будет коммерческим, без дотации из бюджета. Поэтому стоимость билетов установит победившая на конкурсе компания. Предполагается, что перевозки начнутся с 1 октября. В Апатитах на улице строители перенесли пешеходный переход. Местные жители говорят, что им неудобно. А в администрации уверяют, привыкните, все сделано по закону. На этом месте открылся новый объект притяжения – сетевой спермаркет. Ирина Кузьмина продолжит тему. На месте, где недавно была пешеходная дорожка, теперь стоит заборчик. Переход убрали в соответствии с ГОСТом. Он находился здесь временно на период работы электросетевой компании. За полгода люди привыкли пересекать дорогу в данном месте и продолжают делать это сейчас. Владимир Еремеев считает крайне неудобным перенос пешеходного перехода к близлежащему магазину. Пятерочку построили. Ну не знаю, туда вот, пообратите внимание, очень мало народа ходит. Намного меньше, чем здесь. Было все оборудовано, все толком сделано. Ну не знаю, глупо, конечно. Напротив гаражей, по мнению потечан, напрашивается пешеходный переход. Ведь многие, рискуя жизнью, перебегают дорогу, чтобы сократить расстояние до народной тропы через гаражи. В принципе, пусть будет и там переход. Согласитесь, водителю остановиться две секунды эти какие-то, ну ничего не дают. А людям надо идти с вещами, потом опять сюда. Дальше на вокзал нигде не пройдешь. Только через мост, это крюк, никто не пойдет. Только здесь ходят. Ну на вокзал это, конечно, одно дело, а все равно основная масса горожан здесь ходит. В управлении городского хозяйства объяснили, что вернуть пешеходный переход на прежнее место невозможно. Он убран по решению комиссии безопасности дорожного движения. Зато в ближайшие годы должен появиться пешеходный переход и светофор на перекрестке строителей и космонавтов. К нами размещены торги и заключен муниципальный контракт на обустройство светофорным объектом данного перекрестка. Изготовление проекта в этом году, посмотрим какая сумма и по возможностям бюджета, возможно, это появится уже в следующем году. Также сотрудники УГХ рекомендуют не перебегать дорогу в неположенном месте, а пользоваться пешеходным переходом. Пусть это займет чуть больше времени, но сохранит жизнь. Венки вместо книг. В апатитах разгорелись страсти вокруг бывшего княжного павильона Набредова. Теперь в нем продают ритуальные принадлежности. Никого бы это не волновало, но рядом детская площадка, и родители выступили резко против такого соседства. Законен ли ларек, выясняла Юлия Астахова. Павильон Набредова 11А знаком жителям по продаже печатной продукции. Два месяца назад помещение было сдано в аренду. Изменился и его профиль. Теперь здесь предоставляются ритуальные услуги. Мнения жителей разделились. Одни новыми соседями недовольны, другим все равно. А кто-то обновленной версии павильона даже не заметил. А тут вообще-то книжный был. Уже нет? Просто некоторых смущает, что здесь ларек. Рядом с детской площадкой и детским магазином. Ну, конечно, как бы не место, но я вообще не знала, что здесь. Вам кажется, что не место? Я думаю, что не место. А где он? Вот он. Вот вы на него смотрите. Да? По-моему, здесь был раньше книжный магазин. Нет, совершенно не смущает. Я как-то не обращала на него внимания. Нет, не смущает. Нисколечко. То есть все естественно? Ну, как бы не совсем естественно, но не смущает. Каждый день ходим на работу и с детьми приходим гулять на площадку. Ну, никаких неудобств там вопросов со стороны детей не возникало. Ранее ритуальный магазин располагался в здании морга на втором этаже. Однако, в связи с изменениями в федеральном законе о погребении и похоронном деле, оказывать ритуальные услуги на территории медучреждения стало нельзя. Индивидуальному предпринимателю пришлось съехать. Выбор для места под магазин пал на павильон из-за близости к моргу. Параллельно с переездом посыпались жалобы. Ну, определенный житель города, один, какой нам не говорят, постоянно нас жалуется. Что якобы мы носим по улице гробы, кресты и венки. И как рабочие ругаются нецензурной бранью, когда им делают замечания. Как-то вот такого характера. А что администрация? Как реагирует на недовольство горожан? Павильон установлен законно, морально-неморально. У каждого свое восприятие. Моя личная точка зрения, подобные заведения, все-таки, они должны иметь немножко иное расположение. Поэтому мною дано поручение руководителю комитета по управлению имуществом цивилизованно с хозяином павильона провести работу, чтобы минимизировать замечания в него адреса. То есть нет закона, запрещающего размещение магазина ритуальных услуг в центре города. Получается, что претензии к владельцу могут носить только чистый эстетический характер. За коллегу по бизнесу заступается Наталья Сигаева. Ее магазин ритуальных услуг находится по соседству на Бредово-11. Когда я заезжала на четвертый этаж, то в администрации и в архитектуре мне четко сказали, что у вас должна быть реклама, только написано «магазин, обряд». По связи с тем, что это детская площадка. Детская площадка располагается более чем за 500 метров. Ну, я как законопослушный товарищ поставила только такую рекламу. Вместе с тем, два года назад предприниматель, который заехал на второй этаж по субоаренде, она сразу повесила. Вы можете потом снять эту рекламу, где рядом, буквально рядом с детской площадкой висят все телефоны вывоза усопших написано. И такая, знаете, красивая реклама расписанная. А еще напоминают предприниматели. По соседству с детской площадкой находится магазин «Интим». Эта вывеска родителей с детьми почему-то не смущает. В отделе архитектуры и градостроительства городской администрации пояснили. Нормативная документация, моральную сторону о размещении рекламных конструкций, вывесок организаций, в том числе оказывающих ритуальные и иные услуги, не регламентирует. Требования к данной рекламе те же, что и к любой другой. Главное – не нарушать архитектурного облика здания. Но скоро все может измениться. Сейчас у нас в постановлении администрации создана комиссия. Мы инвентаризируем все вывески и рекламные конструкции на всех зданиях нашего города. Далее проведем анализ. И уже исходя из ситуации, будем разрабатывать правила. К концу года планируем разработать правила размещения рекламных конструкций и вывесок. И на 2018 год реализовать данную программу. Беспорядочное размещение любой рекламы действительно портит эстетический вид здания и городской среды в целом. Скоро в этом вопросе порядок в городе будет наведен. Арендаторы обсуждаемого павильона на Бредово 11А кричащую рекламу, баннер и бегущую строку уже убрали. Прислушались к мнению горожан. Камни – это вещь материальная. Когда большая часть прожита, наступает момент избавиться от материального и чаще быть наедине с природой. А водопады – это некая духовность. Так объясняет свое необычное увлечение последних лет Игорь Красоткин. Это дает эмоциональную разрядку, позволяет подумать о смысле жизни. Это очень важно. Вот как-то так получилось естественным путем, что теперь я коллекционирую водопады. Я ярый коллекционер водопадов. В настоящее время я знаю, наверное, 40 водопадов. Но я думаю, что где-то не меньше, чем два десятка новых предстоит узнать и увидеть. А еще Игорь Сергеевич мечтает составить каталог водопадов Хибин. Ведь хибинские горные маршруты весьма популярны у российского путешественника и заграничного. Эта популярность растет год от года. И подобный каталог, безусловно, будет востребован. Первый хибинский водопад, который увидел сам коллекционер – Коэль Порский. Это было в далеком от нынешних времен, в 64-м. Там стояла только геологическая база. К этой базе шла вездеходная дорога, весьма разбитая. И вот я шел по этой дороге. Вот увидел небольшую тропинку, которая шла вдоль ручья. Рисеок пошел по этой тропинке. И вдруг за поворотом я увидел это чудо – Коэль Порский водопад. Ну, общая высота падения здесь, наверное, около 15 метров. Верхняя ступень около 9 метров. Нижняя ступень около 3 метров. Теперь это самый известный в Хибинах водопад, который посещает и нередко на машинах очень много людей. Но Игорь Сергеевич считает, что так и должно быть. Ведь Коэль Порский водопад – настоящее чудо нашей северной природы. Еще один соперничающий по красоте водопад укрылся за озером Академическим. Ну, почему-то вот на Академическом озере все бывают, а про водопады далеко не все знают. Всего надо пройти ниже озера по ручью полтора-два километра. И вот эти два замечательных водопада. Водопад верхний, значит, он имеет общую высоту падения порядка 15 метров. Мощный такой водный поток. Нижний водопад очень красивый. Высота падения порядка 6 метров. Любые горы прекрасны сами по себе. Но водопады – истинное украшение горных склонов. В Хибинах это достаточно распространенное явление. Правда, сей факт не делает водопады менее привлекательными. Если маршрут путешественника проходит недалеко от водопада, то там обязательно будет сделан привал. Хотя бы для того, чтобы запечатлеть его на снимках. Не могу не сказать о том открытии, которое мы совершили буквально несколько дней назад. Это долина реки Манныпах. Это северо-запад Хибин. По которой идет тропа с перевала Северный Чаргор. В район станции Имандра она эту тропу выводит. Эта тропа идет вдоль реки Манныпах, у которой есть притоки. На каждом притоке по 2-3 очень красивых водопада с высотой падения до 5 метров. И очень-очень красиво выглядящих. О водопадах Игорь Красоткин может рассказывать часами. Его задача номер один – посетить в Хибинах все места потенциально возможных водопадов. И подытожить свои труды каталогом. К сожалению, в этом сезоне цели не дала достичь погоды. Ведь, как и любому путешественнику, хочется не просто дойти и увидеть, а получить от этого удивительного природного явления неизгладимые впечатления, подкрепив их завораживающими снимками. И в конце выпуска небольшое объявление. 4 сентября, в понедельник, в кинотеатре «Полярный» состоится единственный показ фильма «Выход» о бейджампинге. Бейджампинг – это экстремальный вид спорта, в котором люди прыгают с высоты. В отличие от прыжков с парашютом из самолета, прыжки совершаются с высоты менее 600 метров. Сводное падение до земли с объекта высотой 150 метров длится всего около 6 секунд. Чтобы прыжок завершился успешно, спортсмену необходимо вовремя раскрыть парашют. Маленькая высота означает, что у тебя почти нет времени на раздумья. В «Полярном» режиссер картины Андрей Калюжный после просмотра ответит на «Вопросы апатичан». Пока состоится в 20 часов 20 минут. А это были главные события этой недели в материалах корреспондентов народного. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующую субботу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова